Что касается крупных релизов, то 2021 год оказался достаточно скромным. Большая часть горячо ожидаемых геймерами проектов по тем или иным причинам были перенесены. А те игры, которые все же смогли выйти вопреки ковиду и иным невзгодам, оказались весьма неоднозначными по качеству. Безусловно, на одну Battlefield 2042 приходилось по нескольку хороших игр вроде Halo Infinite. Но все же, для многих франшиз тот год выдался не очень удачным. Однако, к счастью, на дворе уже 2022, и геймеры по всему миру начали зачеркивать дни в календаре до выхода того или иного блокбастера. Приветствуем всех на канале XDelight! Текущий год обещает быть богатым на достаточно крупные и примечательные игры самой разной жанровой направленности. Ну и конечно же, у каждого игрока уже есть свой топ горячо ожидаемых проектов, выход которых назначен на 2022. Мы же по такому случаю составили свой собственный рейтинг самых ожидаемых игр этого года по мнению авторов XDelight. Само собой он заставлен исключительно на основе субъективного мнения, и вполне вероятно, что ваша точка зрения в данном случае будет отличаться. Но вы всегда можете поделиться своим мнением в комментариях. Будет интересно почитать, может о чем-то мы просто забыли? Также вы можете нажать на кнопку подписаться, чтобы она красиво поменяла цвет. И это, говорят, помогает быть в курсе о выходе новых роликов и уменьшает вероятность переноса игр. Для любителей же почитать, у нас есть канал на Яндекс.Дзен и сайт, где публикуются не менее интересные материалы от наших авторов. Если совсем лень искать, можно подписаться на наш Телеграм. Все ссылки будут в описании. Перед началом же, как всегда, выражаем благодарность нашим патронам. Благодаря вашей постоянной поддержке мы можем и дальше развиваться и создавать интересные ролики. Десятое место в нашем ТОПе занял грядущий гоночный симулятор от PlayStation Studios и Polyphony Digital – Gran Turismo 7. Разработчики обещают возвращение легендарного режима GT Simulation и, как следствие, разнообразие возможностей по тюнингу автомобилей. Наличие же фоторежима позволит запечатлеть свое творение прямо во время заезда. Что ж, Gran Turismo 7, мы возлагаем на тебя большие надежды. Ведь должен же быть достойный конкурент на текущем поколении у Forza Horizon от Microsoft. Изначально автосимулятор, являющийся эксклюзивом для PlayStation 4 и 5, должен был выйти еще в 2021 году. Однако эпидемиологическая ситуация помешала планам разработчиков, так что сеть за руль одного из более чем 420 автомобилей можно будет 4 марта 2022 года. Девятую позицию нашего топа пришлось отдать крошке Тине и ее безбашенной настолке, выход которой назначен на 25 марта 2022 года. Изначально идея, легшая в основу страны чудес крошки Тины, была не более чем пародийным DLC для Borderlands 2. Однако людям настолько понравилась подобная версия Dungeon & Dragons, что Gearbox взяли и решили создать на ее основе целую игру. Конечно, в какой-то степени это будет та же Borderlands 3, но все же без кардинальных изменений не обошлось. К примеру, впервые в серии играть предстоит за своего собственного персонажа, внешность и класс которого определяет игрок. Без отсылок на ДНД также не обошлось. И, скажем, перемещаться по открытому миру игрок сможет как обычным способом, так и посредством перемещения фигуры персонажа на карте с бросками кубика и прочими вытекающими отсюда подробностями. Ждем, надеемся и верим, что безумная фантазия Тины сможет создать самую безбашенную кампанию для ДНД. На восьмое место нашего топа внезапно врывается Dying Light 2 Stay Human, а также ее 500 часов на полное прохождение. Конечно, касательно второй части Угасающего Света есть масса сомнений, ведь планы разработчиков весьма амбициозны. Сама же игра уже пережила уход Криса Авилона и перенос на 2022. Но даже так хотелось бы надеяться, что разработчики в погоне за количеством контента не пожертвуют качеством, и мы получим действительно качественный и интересный экшен в антураже зомби-апокалипсиса. Впрочем, узнать ответ на данный вопрос получится достаточно скоро, а именно 4 февраля. Седьмое место в топе мы решили отдать сиквелу A Plague Tale Innocence. Первая часть чумной истории оказалась на удивление добротным проектом, совмещающим в себе интересную историю с запоминающимися героями и необычными решениями по части игрового процесса, вроде орды голодных крыс, готовых сожрать любого попавшегося им на пути бедолагу. К сожалению, пока точная дата выхода игры неизвестна, но мы надеемся, что особо студиос смогут создать достойное продолжение истории неразлучного дуэта. И мы наконец узнаем, куда же их занесет на этот раз и какие невзгоды им предстоит пережить. Шестое место в топе мы решили отдать продолжению истории об отважной ржеволосой охотнице по имени Элой. Учитывая, что первая часть Horizon была весьма тепло принята как критиками, так и игроками, хочется верить, что в сиквеле разработчики смогут разойтись на полную и, как минимум, создадут игру ничуть не хуже, чем Horizon Zero Dawn. Опробовать новые трюки Элой и поохотиться на механических динозавров, к слову, можно будет совсем скоро. А именно, 18 февраля. С совсем небольшим отрывом от Запретного Запада, пятое место нашего топа завоевала обворожительная ведьма Байонета. После долгих лет практически полного молчания, Platinum Games наконец решились показать в прошлом году геймплей Байонета 3. И уже глядя на трейлеры, создается ощущение, что ожидание это было не напрасным. В третьей части ведьма Байонета решила навестить Японию, причем чтобы не только побродить по улицам Токио, но и выбить всю дури с таинственных существ, решивших напасть на человечество. Арсенал героини должен пополниться такими любопытными способностями, как Demon Masquerade, позволяющий героине объединяться с демоном. Все для того, чтобы усилить свою мощь. А также Demon Slave, с помощью которого Байонета сможет брать демонов под контроль, прямо во время боя. И пускай точная дата выхода пока неизвестна, но с большой вероятностью Байонета пожалует на Nintendo Switch уже в этом году, и даже обзаведется переводом на русский язык. Stalker 2, занявшая почетное четвертое место в нашем топе, пожалуй является одним из тех проектов, касательно которого хочется надеяться на лучшее, несмотря на все опасения. Долгострой от украинской студии GSC Game World пережил немало неприятных событий. Разработка второй номерной части Stalker началась еще в далеком 2009-м, но в силу определенных обстоятельств игра была заморожена и оказалась на грани отмены. Опять же надеемся, что у этой истории будет хороший финал, и Stalker 2 наконец увидит релиз. А вот стоило ли ждать новую игру про зону отчуждения столько лет, и сможет ли Stalker 2 оправдать возложенные на нее надежды фанатов, узнаем 8 декабря, если игру опять не перенесут. Бронзовую медаль в топе, посовещавшись, мы решили отдать темной лошадке от Bethesda. И пускай про Starfield пока что известно крайне мало, оглядываясь на предыдущий опыт Bethesda можно быть уверенным, как минимум мы получим неплохую экшен-РПГ, в которой игроку предстоит исследовать бескрайние просторы космоса. Учитывая, что релиз Starfield назначен на 11 ноября, скорее всего разработчики припасли немало информации о грядущем проекте. Свежие подробности мы, скорее всего, узнаем на Е3 2022, которое пройдет в онлайн формате. Ну и конечно же ждем массу безумных модов самой разной направленности и еще больше шуток про Тодда Говарда. Серебро в нашем топе завоевал дуэт из отца года Кратоса и его юного потомка Атрея. God of War 2018 года оказалось на удивление удачным мягким перезапуском серии. Он одновременно смог и продолжить историю предыдущих частей и при этом привнести в серию глоток свежего воздуха в виде смены жанра. Но что еще важней, данная игра смогла показать кровожадного бога войны под совершенно иным углом. И нам уже не терпится узнать, какие же испытания ждут Кратоса и Атрея в новой части. Одно мы знаем точно – Рагнарёк наступит в этом году. И судя по всему, Кратос настолько успел разозлить обитателей Вальхаллы, что появление Пузатого Громоверца и Фрейи – это наименьшая из его проблем. Ну что ж, перед тем, как мы торжественно объявим игру, сумевшую занять первое место в нашем топе, хотелось бы упомянуть несколько проектов, которые пусть и не смогли отвоевать себе место в рейтинге, но все еще достойны упоминания. Некоторые из наших авторов при составлении данного рейтинга упомянули сразу три игры, которые пускай и не смогли побороться за попадание в десятку, но вполне достойны внимания игроков. Итак, если вы любитель городских легенд и японского безумия, в этом году вам предстоит прогуляться по практически опустевшим улочкам столицы Японии – в Гостуайр Токио. Пока что о детище Танго Геймворкс известно не сказать, чтобы много. Но судя по трейлерам, игроку предстоит бросить вызов множеству жутких тварей из японских городских легенд, а также таинственным людям в масках Хання. К сожалению, точная дата выхода Гостуайр Токио пока неизвестна, но определенно, изучать техники Аммёда и бороться с нечистью предстоит в этом году. А что если вы не очень тяготеете к японскому фольклору? Как насчет германо-скандинавской мифологии? В Сенуа Сага Hellblade 2, выход которой предположительно может состояться в этом году, игроку предстоит вновь взять на себя роль отважной воительницы Сенуи и бросить вызов как множеству мифических существ, так и собственному безумию. Притом над саундтреком игры работает германо-норвежская неофолк-группа Хейлунг, так что все сражения будут сопровождаться песнями, вдохновленными древнескандинавскими текстами и мифологией. Короче говоря, полное погружение. Также, с определенной вероятностью, в этом году будет праздник и на улице фанатов стратегии, ведь предположительно именно в 22-м может состояться релиз глобальной стратегии Victoria 3 от Paradox Interactive. Ждем и надеемся, что путешествие в безумный 19-й век не будет отложено на следующий год. Ну что ж, не будем томить, самое время объявить игру, которая сумела с большим отрывом по голосам завоевать золото в нашем топе. Итак, заслуженное первое место достается Elden Ring. Игра долгое время была темной лошадкой, о которой никто ничего не знал. И, честно говоря, сложно представить, каких усилий это стоило From Software. Но, вплоть до официального анонса на E3 2019 года, об игре практически ничего не было известно. Более того, даже после первого трейлера разработчики не сильно-то спешили делиться подробностями о своем детище. И вот, наконец, завесу тайны приподняли лишь в прошлом году, не только показав геймплей, но и позволив некоторым счастливчикам поучаствовать в закрытом сетевом тестировании. Но что же такое Elden Ring? По сути, это одновременно и Dark Souls 4, и в то же время не Dark Souls вовсе. По признанию самой студии, это их самый масштабный и крупный проект. И, судя по уже увиденному, в это легко поверить. Они не только стремятся довести до качественно нового уровня все свои предыдущие наработки, но и пробуют себя в совершенно новом формате, создавая проект с открытым миром. Впрочем, все то, за что мы любим игры From Software, никуда не делось. Игроков, как и прежде, ждет не самое простое испытание для их навыков, а также ждет великолепная атмосфера и мир, наполненный множеством опасностей и загадок. Итак, умереть с десяток раз на первом же боссе или вторгнуться в чужой мир можно будет уже совсем скоро. А именно, 25 февраля. Ну что ж, помимо упомянутых в данном видео игр, есть еще масса достойных внимания проектов. Проектов, выход которых планируется тоже в 22 году. Ведь, повторимся, данный топ составлен исключительно на основе мнения авторов нашего канала и сайта. Скорее всего, ваше мнение может отличаться, и как и было предложено в начале ролика, вы всегда можете поделиться своей точкой зрения в комментариях. Возможно, мы не упомянули действительно стоящую игру, которую точно стоит ждать в этом году. Пишите, будет интересно с вами подискутировать. Ну и, как всегда, благодарим наших патронов, бустеров и спонсоров за постоянную поддержку канала. Спасибо всем за просмотр и до скорых встреч!